Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Продолжаем с вами решать задачки по теме движения тела по вертикали по действиям силы тяжести. Напоминаю, что движение тела по вертикали это может быть и бросок тела вертикально вверх, бросок тела вертикально вниз или просто с какой-то высоты отпускаем тело. Вот над этими задачками и предстоит, так сказать, поработать. Вот всё. Я достаточно подробно расскажу, как решается каждая задача. И я думаю, что после того, как вы просмотрите огромное количество задач, которые я решу, вы будете самыми крутыми специалистами в деле решения этих задач. Ну что, давайте потихонечку, медленно, но, как говорится, верно будем двигаться по пути решения задачи. Задача 6.2. С высоты 80 метров над поверхностью Луны тело свободно падает в течение 10 секунд. Определите ускорение свободного падения на Луне. Да, на Луне тоже можно отпускать какие-то тела с высоты 80 метров. Известно, что на Луне тела будут падать медленнее, чем на Земле. С ускорением, как говорят, 6 раз меньше. Вот давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Итак, что делаем? Записываем условия задачи. Это первое, что мы должны с вами сделать. Дальше, прежде чем написать условия задачи, нужно себе представить. Вот нарисовал поверхность Луны. Вот это вот у нас высота 80 метров. Так вот, внимание, мы сейчас с вами должны заключить, так сказать, договор. Потому что в разных учебниках одна и та же задачка решается не то, что по-разному. Ну, с разными буквами будем говорить так. Поскольку движение будет происходить у нас не по оси Х, а по оси У. На мой взгляд, логично все-таки. На мой взгляд, все обозначать через У. Хотя иногда я этого и не делаю. Итак, ось У направлена вниз. Это намного лучше. Потому что вот здесь вот у нас У нулевое будет равен нулю. И ускорение свободного падения будет направлено вниз. Потому что Луна притягивает это тело. На это тело действует сила тяжести. Всегда нужно стараться так, чтобы все, что можно было бы, было бы положительным. Хотя это совсем не обязательно делать. Тогда от этого нуля поверхность будет находиться вот на расстоянии 80 метров. То есть, У у нас будет равен 80 метров. Вот что я нарисовал. Всё. Теперь начальная скорость. Она будет равна нулю. Ну, можно писать в нулевое У. Поскольку мы с вами будем либо бросать тела вверх, либо отпускать вниз. Понятно, что всё будет происходить по оси У. Поэтому в дальнейшем я этого писать и не буду. Вот всё. Ну и что? И чем мы должны с вами воспользоваться? А вот чем У будет равняться. ЖТ квадрат делённое на 2. Вот и всё. Всё. Время-то нам известно. Время было известно. 10 секунд. Вот. 10 секунд. Ну, значит, отсюда нужно найти вот это вот Ж. Вот это Ж найти нужно. Он будет равен чему? Оп. 2 У. И делённое всё на Т в квадрате. Значит, Ж получается равным. 2. Умножаем на 80 метров. И делим на 100 секунд в квадрате. Вот. Класс получилось. Да. Почему на 100? Ну, 10 в квадрате. Да. Это 100. Значит, получается 160 метров. Делённое на 100. И получаем 1,6 метров на секунду в квадрате. Вот такое ускорение, присущее спутнику Земли, который называется Луна. Вот так. Значит, ускорение свободного падения на Луне 1,6 метров на секунду в квадрате. Это означает, что в течение каждой секунды скорость падающего тела будет увеличиваться на 1,6 метров в секунду. Всё. Эту задачку решили. Задача 6.3. Сколько времени тело будет свободно падать с высоты 20 метров над поверхностью Луны? Ускорение свободного падения на Луне 1,6 метров на секунду в квадрате. Мы только что с вами в этом убедились. И нужно найти время. Давайте найдём его. Запишем условия задачи. Ну вот, рисунок, кстати говоря, не изменился. Я лишь только записал условия задачи. И опять-таки, тело начинает свободно падать с высоты 20 метров. у нулевое равняется нулю, в нулевое тоже равняется нулю. Значит, у нас остаётся, что у, то есть 20 метров, вот отсюда до поверхности Луны, это будет не что иное, как же Т квадрат, делённое на 2. Но отсюда будет следовать, что время в квадрате, вот я специально один раз так сделаю, это будет 2у, делённое на G. Ну и уже отсюда будет следовать, что Т равняется квадратный корень. 2у, делённое на G. Подставляем численные значения 2 на 20. Вот, и делим на 1,6. Значит, что у нас получается? Тут у нас получается метров, да? А G, вот у нас метров, а секунды в квадрате идут наверх. Деление дробей. Ну и что у нас получается? Нужно взять калькулятор, ну, 40 поделить на 1,6 будет 25. Значит, квадратный корень 25 секунд в квадрате. Во! Ну и отлично! Правильный ответ 5 секунд. У квадратного уравнения, у квадратного корня всегда 2 ответа. Плюс-минус, да? Ну, отрицательного времени не существует, поэтому я здесь только 5 секундочек-то и написал. Значит, 5 секунд с высоты 20 метров на Луне тело будет падать. А на Земле сколько бы оно падало? Ну, вот 2 на 20. 40 делим на 10, потому что G на Земле это будет 10. И будет квадратный корень из 4. 2 секунды, а там 5. Вау! Там это на Луне. Так, давайте ещё одну задачку. Задачка 6.4. С балкона вниз бросили монету, сообщив ей начальную скорость 1 метр в секунду. Какой станет скорость монеты через полсекунды? Ну что, давайте посмотрим. Опять записываем условия задач. Балкон нарисуем. Вот. И решаем. Вот дом. Это окна. Вот. А это балкон. И с этого балкона монетку вниз бросают. Вниз бросают монетку со скоростью В нулевое. Эта скорость будет равна 1 метр в секунду. И какой станет скорость через время Т равна 1 секунде? Ну вот. Что мы знаем? А мы знаем вот что. Что скорость-то будет увеличиваться. Потому что тут имеется у нас ускорение свободного падения. Оно всегда у нас имеется. Если мы на Земле находимся. А если на Луне, там тоже ускорение свободного падения 1,6. Короче говоря. В нулевое плюс ЖТ. А оси опять выбрал вниз. Туда, куда смотрит и начальная скорость. И ускорение свободного падения. Значит, В будет равняться 1 метр в секунду. Плюс 10 метров на секунду в квадрате. И умножить на 1 секунду. Да? Нет, через полсекунды. Ой. Ну, какая разница. Ну, через полсекунды. Значит, умножаем на 0,5 секунды. Тут сократили. Метры в секунду остались. Половинка 10,5. 5 плюс 1. Значит, будет 6 метров в секунду. Вот так вот. Эту задачу мы с вами тоже решили. Ну, вот. Не буду больше, так сказать, грузить. Лучше маленькими порциями. Потихонечку, так сказать, от одного фильма перейдём к другому. И так далее. И тому подобное. Ну, вот всё. Физика – это просто канал, на котором любые задачи становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы ещё не записаны на мой канал, сделайте доброе дело. Запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Всего вам доброго. До новых встреч. Здравствуйте, мальчики и девочки. Студенты и студентки продолжаем. С вами решать задачу по теме движения тела по вертикали под действием силы тяжести. Следующие три задачи. 6,5. 6,6. 6,7. Поехали. Сборник задач. Московкиной и Волкова. Для 10 и 11 класса. Задача 6,5. Задача 6,5. Вертикально вверх с поверхности земли был брошен мяч, который поднимался вверх ровно одну секунду. Какую начальную скорость сообщили мячу во время броска? Записываем условия в задачи, представляем, что тут происходит и решаем. Земля. С поверхности земли вертикально вверх бросают тело с какой-то начальной скоростью. Естественно, движение будет происходить по направлению оси Y, которую я выбрал вертикально вверх. Спросите, почему? Ну, потому что так проще. Смотрите, здесь у нас Y нулевое будет равняться нулю. Начальная скорость у нас имеется. А вот G будет направлено вниз ускорение свободного падения. Вот и всё. Поэтому, зная, что время T равное одной секунде, нам вот эту вот как раз начальную скорость и нужно найти. Чему она будет равняться? А вот чему. V нулевое. Видите, плюс, потому что по оси Y. А G смотрит в противоположную сторону. Значит, будет минус G. То, что сейчас было, называется закон подлости. Вот всегда, когда начинают писать фильмы, либо сосед начинает что-то там ремонтировать, тарабанить своим молотком. Либо кто-то обязательно должен позвонить. Это называется жизнь, ребятки. Ну, ладно. Давайте с вами продолжим. G у нас направлено вниз, поэтому я здесь и написал знак минус. И теперь вот здесь вот имеется, то есть, слово, которое нам подсказывает, поднимался вверх ровно одну секунду. То есть, он дошёл до самой верхней точки. И остановился. Поэтому вот скорость-то вот эта вот будет равна нулевому. Ну, отсюда следует, что V нулевое равняется Gt. Ну, и тогда у нас получается G. 10 умножаем на единичку и получаем с вами ответ. 10 метров на секунду. Всё. С такой вот начальной скоростью тело бросили вверх. Так, 6-5 закончили. Пока нас никто не беспокоит, быстренько продолжаем решать следующую задачу. Задачка 6-6. На некотором участке пути падающее вниз тело увеличило свою скорость на 15 метров в секунду. За какое время был пройден этот участок? Тело, которое падает вниз. То есть, вот мы в данный момент знаем у этого тела. Оно же падает вниз. Значит, есть какая-то скорость. А вот здесь вот тоже есть какая-то скорость. Она всё время увеличивается. Причём вот это изменение скорости V отнятия V нулевое и как раз равняется 15 метрам в секунду. Увеличивает свою скорость вот на каком-то, так сказать, промежуточке. Вот это время нам с вами нужно найти. Ну, что мы записываем? Оно же падает вниз. Значит, ось у нас была выбрана вниз. Ж у нас тоже будет смотреть вниз. Ж смотрит вниз. Ну, как обычно, да? Вот. Тогда что у нас получается? V равняется V нулевое и плюс Gt. Тогда V отнять V нулевое равняется Gt. А V отнять V нулевое – это изменение как раз скорости, которое было дано в задаче. Поэтому время, которое мы ищем, это дельта V. Вот это вот у нас дельта V. 15 метров в секунду дано. Да? И поделить на G. Правильно? Всё? Значит, чему это будет равняться? А это будет равняться 15 метров в секунду. Мы с вами делим на 10 метров на секунду в квадрате. И получаем полторы секундочки. Потребуется время, чтобы увеличить скорость на каком-то участке пути на 15 метров в секунду. Так, задачка номер 6-6 решена. Задачка 6-7. Итак, земля. Бросаем тело вертикально вверх со скоростью V нулевое, которая равняется 6 метров в секунду. И оно должно достигнуть скорости V нулевое, деленное на 2. Ну, значит, это будет 3 метра в секунду. V нулевое на 2. Это 3 метра в секунду. Вот всё. И что же у нас получается? Ось выбираем вверх, а G будет смотреть вниз. И тогда у нас получается, что V равняется V нулевое минус G, T. Всё, ребятки, задачку решили. Вот эта скорость, это V нулевое, деленное на 2. Вот она. А эта как была, так и осталась. Ну, значит, что у нас получается? 3 равняется 3 минус 10T. Правильно? Нет, не 3. Ёлки-пал, тут 6. Вот. Значит, 10T равняется 3. Ну, отсюда будет следовать, что T равняется 0,3 секунды. 0,3 секунды. Вот и всё. И как вы заметили, ничего сложного в этом нет. А почему? А потому, что вы учите физику на самом суперском канале. Физика – это просто канал, на котором любые задачи становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы ещё не записаны на мой канал, сделайте доброе дело. Запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Всё, всё вам доброе. До свидания. До новых встреч. Здравствуйте, мачки-девочки. Студенты и студентки. Движение тела по вертикали, по действиям силы, тяжести. И сейчас нам с вами вместе предстоит решить ещё 3 задачи из сборника. Задачи по физике Московкиной и Волковой. Задачи 6,8. 6,9. 6,10. Задача 6,8. Камень, брошенный вертикально вверх с поверхности земли со скоростью 30 метров в секунду, упал обратно на землю. Определите время полёта камня. Ну, давайте с вами это и сделаем. Итак, берём камень, бросаем вверх вот с начальной скоростью. Начальная скорость известна 30 метров в секунду. У меня есть фильм «Полная теория движения тела, брошенного вертикально вверх, вертикально вниз движения тела, брошенного вертикально в общем случае». И там я доказал, что время подъёма и время падения будут абсолютно одинаковы. Если мы обозначим через Т1 время подъёма, а через Т2 время падения, то при отсутствии сопротивления воздуха эти времена будут абсолютно одинаковыми. Поэтому общее время движения будет складываться либо 2Т1, либо 2Т2. Это не имеет значения, потому что времена-то будут одинаковыми. Как же найти время, допустим, подъёма? Это оптимальный вариант, если нам известно, что начальная скорость 30 метров в секунду. То есть, У выбираем вверх, Ж смотрит вниз, и тогда В равняется В нулевой минус ЖТ. Но в верхней точке скорость становится равной нулю. И тогда вот это время превращается во время подъёма. Тогда время подъёма будет равняться В нулевой делённой на Ж. Ну или 3 секунды. 30 поделим на 10, потому что Ж принимается за 10 метров на секунду в квадрате. Ну и тогда всё время движения в воздухе будет равняться 6 секунд. 2Т1 равняется 6 секунд. Всё. Решили эту задачу. Но мы ведь с вами готовимся к различного рода контрольным. И к единому государственному экзаменам тоже. Поэтому я думаю, что мне необходимо рассказать и второй способ решения этой задачи. Вот смотрите. Бросаем тело. Ось выбираем вертикально вверх. Это означает, что У нулевое равняется нулю. В общем виде найти координату тела, брошенную вертикально вверх, можно так. У нулевое плюс В нулевое Т. Потому что В нулевое смотрит по оси У. А здесь напишу минус ЖТ квадрат пополам. А вот теперь внимание. Вот эту самую формулу применим к нашему случаю. Тело поднимается и опускается. Поднимается и опускается. Это означает, что когда тело прилетит обратно на Землю, его координата будет равна нулю. Ноль. А У нулевое тоже был ноль. А В нулевое нам известно. Плюс 30. А время, это все время движения. И минус ЖТ квадрат пополам. Ну давайте сделаем так. Ж на 2 будет 5. А здесь будет Т квадрат. Ну и что получается? 5Т квадрат равняется 30Т. Понятно, да? ТТ сократили. И осталось, что Т равняется 6 секунд. 30 поделили на 5. Вот все. Вот так вот. Видите, как здорово получается. Поэтому задачки по физике можно решать различного рода способами. Вот все. Давайте перейдем к следующей задаче. Задача 6.9. Через 2 секунды, после того, как тело было брошено вертикально вверх, оно оказалось на высоте 3 метров. Определите начальную скорость тела. Давайте определим. А определять мы с вами будем вот каким образом. Вот каким образом. Я сейчас все лишнее уберу. Я ставлю только то, что нам необходимо. А необходима нам вот эта формуленция. И я сейчас объясню, почему. Вот земля, вот тело бросает с начальной скоростью, которую нам с вами необходимо найти. Вот через 2 секунды. Вот 2 секунды прошло. И оно оказалось на высоте 3 метра. За 2 секунды. Ось я выбираю вверх. Ж смотрит вниз. В нулевой, значит, будет положительно. Игрек нулевое будет равно нулю. А игрек наше, вот это вот, превращается в 3 метра. Значит, что же у нас получается? У нас получается, что игрек нулевое ноль. Игрек это 3. В нулевое мы ищем, а время нам известно 2 секунды. Просто я сюда подставляю, получаю 2В0. Минус Ж делю на 2, получаю 5. А Т в квадрате будет 4. Значит, что же у нас получается? 23 равняется 2В0. Значит, В нулевое это будет 23 деленное на 2. Это 11,5 метра в секунду. Это означает, что если мы тело бросили вертикально вверх со скоростью 11,5 метра в секунду, то через 2 секунды оно укажется на высоте 3 метра. Вот так вот решается эта задача. Ну и еще одна задача. Мяч брошен вверх со скоростью 20 метров в секунду. На какую максимальную высоту он может подняться? Давайте посмотрим. На какую максимальную высоту мячик может подниматься? Чертеж я не изменил. Единственное, что начальная скорость сейчас это 20 метров в секунду. Все. 20 метров в секунду. Максимальная высота, на которую он поднимется, что здесь происходит? А здесь скорость становится равной нулю. Тело достигло максимальной точки. Тело начнет падать вниз. То есть здесь скорость равна нулю. Шарик, мячик, тузик останавливается. Итак, что же у нас тогда получается? А вот Y нулевой у нас равняется 0. Потому что я себе выбрал так. Тогда Y максимальный. Да? Это максимальная высота. Но иногда ее обозначают буквой H большое. Иногда H маленькая. А я обозначаю Y максимальное. Тогда чему это будет равняться? V квадрат минус V нулевой квадрат. И деленное, смотрите внимательно, минус 2G. Потому что ось Y направлена вверх, а G смотрит вниз. Тело остановилось. То есть скорость здесь стала равной нулю. Тогда у нас получается V нуль квадрат деленное на 2G. Y максимальное. Это V нуль квадрат 400. И делим на 20. И остается 20 метров. Вот на такую максимальную высоту. Тело поднимется. Бросаем тело со скоростью 20 метров в секунду. Она на 20 метров и поднимается. Но не надо делать скоропостижных, так сказать, выводов. Скороспелых, так сказать, выводов. Потому что кто-то может сказать. Все понятно. Физика это очень просто. Бросаем тело со скоростью 15 метров в секунду. На 15 метров поднимается и так далее. Это неправильно. А вот в случае 20 метров в секунду получается 20 метров. Ну так получилось. Вот все. Ну что. Учим физику. На самом суперском канале физика это просто. Очень хорошо. Потому что канал физика это просто. Это канал, на котором любые задачи становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело. Запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Всего-всем доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok